Привет! Это Hotway Cyber 13. Является младшей версией Hotway Cyber 13 Pro. То есть некоторые характеристики слабее, чем в прошке, но и ценник ниже. Хотя фишки старой модели, такие как защита, большая батарея и фонарик, здесь оставили. Автономный защищенный смартфон Hotway Cyber 13 был создан для того, чтобы мы получили в одном устройстве и стойкость с повреждением, и автономность. Получилось весьма удачно, ведь смартфон за умеренные деньги может работать более двух суток на одном заряде, имея в распоряжении аккумулятор емкостью 10800 мАч. Он также может по кабелю подзарядить и другие ваши устройства. Батарея это как раз одна из достоинств смартфона. Также здесь хорошая защита, как можно понять из его вида. Cyber 13 оснащен стандартами защиты IP68, IP69K, MIL-STD810H. Он не боится падений, грязи, его можно купать в воде, главное, чтобы заглушки были закрыты. А также он выдержит падение с высоты двух метров. То есть устройство явно подойдет для определенных профессий, где есть вариант утопить или побить свой телефон. Несмотря на свою защиту, гаджет легко заменит вам стандартные смартфоны. На нем можно и в игры поиграть, и видосики посмотреть. Экран в Cyber 13 вполне достойный. Он оснащен ярким 6,6 дюймовым дисплеем, обеспечивающим четкость и насыщенность цветов. Разрешение 720 на 1612 точек, 270 ppi. Видео и фильмы смотреть удобно и красиво. Яркий, сочный экран здесь самое то. Что же касается железа, то оно здесь не самое мощное. Но поиграть в игры позволяет. В HotWay Cyber 13 используется традиционный для бюджетных смартфонов чипсет Unisoc T606. Он набирает 270 тысяч в Antutu. Unisoc T606 это 8-ядерный процессор, сделанный по 12-нанометровому техпроцессу. У него два производительных ядра Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex-A55 1,6 ГГц. Игры поиграть можно и не всегда даже заметны лаги. Например, в Call of Duty и в Asphalt лагов я не заметил. Играть можно вполне комфортно, как видите. А в PUBG подлагивания иногда присутствуют. Играть также можно, но иногда фризы есть. У меня игра даже сама настройки графики скинула один раз. Но в целом, как видно, скоротать время с интересом можно. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ и 128 ГБ внутренней памяти. Поддержка карт памяти, конечно же, есть, максимально 1 ТБ. Если вам 8 ГБ оперативки покажется мало, то ее можно программно расширить, добавив еще 8 ГБ. Это типа файла подкачки. Во многих китайских смартфонов есть возможность расширения ОЗУ за счет внутренней памяти. С задней части вид у гаджета очень даже неплохой. Там расположился блок из нескольких камер испаренного фонарика мощностью света в 150 люмен. Это еще одна фишка Cyber 13. С таким фонариком вы без проблем осветите себе путь на несколько метров, а в походе и на природе вы точно оцените эту фишку. Сзади основная камера на 64 Мп, которая снимает видео в 1080-30 кадров в секунду. Фронталка здесь на 16 Мп и для созвонов в различных месседжерах подойдет с лихвой. Фото получается вполне хорошего качества, главное, чтобы света было много. Любителям каких-то суперфотографий лучше пройти мимо этого устройства, но если вы фотографируете показания счетчика, как я, и иногда природу, то камеры вам подойдут вполне. Примеры съемок можете наблюдать. Так, тестируем фронтальную камеру на 16 Мп HotWay Cyber 13. 16 Мп, вижу немножко мыльно, мыльная картинка. Фокусировки на лице я не вижу. Ну, то есть интеллектуальной фокусировки. Ну, вот так, я думаю, для месседжеров, ну и плюс за такой ценник телефона пойдет. Какие-то дети орут. Ну, в общем, вот так. Передняя камера. Давайте посмотрим на заднюю. Так, задняя камера Cyber 13 от HotWay. Не знаю, как она сейчас снимает, без понятия, потому что я себя не вижу. Но, надеюсь, что фокусировка есть. По крайней мере, хотелось бы. Снимаю без фокуса на себе сразу. То есть, когда вы будете снимать что-то, то вы сможете сфокусироваться. А я не могу сфокусироваться, потому что не вижу лица. Ну, как-то так. 64 Мп. HotWay Cyber 13. По звуку тоже можете слышать. Управляется смартфон свежим Android 14, что также влияет в положительную сторону в части производительности. Для удобства также с правой стороны есть сенсор отпечатка пальца. Работает не мега шустро, но вполне комфортно. И скорость разблокировки совсем не бесит. Из датчиков есть все необходимое. Акселерометр, компас, приближение, освещенность. Датчик сканера, отпечатка пальца сбоку и NFC. Зарядка не самая топовая на 10 Вт, но и заряжать смарт вы будете не очень уж и часто. Спать легли, да и зарядили. Звук здесь тоже стандартный. Снизу находится один динамик. Стандартной громкости и нормального качества. Короче, более чем достойный броневик и за небольшой ценник. Который мужская часть аудитории, думаю, точно оценит. Вот такой вот Hotway Cyber 13. Младшая версия прошки, которая вышла в прошлом году. Ну, чуть меньше. Довольно неплохой защищенный смартфон. Не с самым мощным железом. Не с самыми лучшими камерами. Но и ценник у него далеко не самый большой. Это один из тех бюджетных смартфонов, которые, если вам нужны подобные характеристики, не мощные. Нужна вам хорошая защита. Как видите, он выглядит неплохо. Датчик у него неплохой. Хороший, шустрый, быстрый. Да и вообще, смартфон очень даже неплох. Как за свой ценник. Сейчас будет распродажа 11.11 черная пятница. Если вам нужен телефон защищенный, можете присмотреться. Меня только бесит один такой небольшой минус. Но это у многих дешевых производителей телефонов. Они клеят защитные стекла. Ну, в данной ситуации защитная пленка. И там есть маленькие-маленькие такие попырышки воздуха. Они в данной ситуации по краям. Ну и все. То есть, больше таких минусов я не вижу. Кстати, в комплекте идет защищенное стекло. Кому интересно. Если вас напрягают защитные пленки, можете сдереть и наклеить защитное стекло из комплекта. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока. Скоро увидимся. Кстати, скоро вам покажу защищенный планшет от HotWay. Там он, как я понимаю, тоже бюджетник. Но, ну такой планшет более-менее нормальный. В защищенном корпусе. Также с военными стандартами защиты. Как-то так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok